Все-таки вы бачите на экране назву Витебская Мостатская Школа, другой половой 20-й Остагонти, или как, скажем, наблизиться до этого понятия, як бы нам не хотелось, и нам доведеться провести такую крикотерминологичную разборку с тем, что есть в уголе Витебская Мостатская Школа, потому что трактовок этого понятия – велизарная колькость, велизарная. И до сегодняшнего дня не иснуе одного такого погляду на то, что это такое, что это за сгиба. По сути, это словозвучение исновало долгий час в таких авторских интерпретациях, и, может, только у апошни, может, год-два, науковцы, в первую очередь у мясцовые науковцы, поэтому я хочу подкреслить это, потому что затекавленность до наших мясцовых сияв, какие бы они не были сусветно значимыми, какие бы они не были цекавыми для, скажем, российских доследчиков, французских доследчиков и так далее, какие так само в своих текстах звертаются до этой темы, которые узгадывают эти имены славутые витебской школы, тем не менее их неверно хвалюя сама атмосфера и самый контекст. То, что мы привязываем до понятия «витебская». Ну, достаточно сказать, что подчас святкования 75-го года витебской мастадской школы у Витебского одна из московских доследчиков, я не боюсь назвать это имя, это Александр Шацкий, ведомая доследчица авангарда, а сегодня это доктор мастадознавства, человек, который очень глубоко и, скажем, по персоналу доследовал мостаду авангарда в начале 1920-го года, они сказали, что «ну, а что так вы, до Малевича, что он окопнулся в Витебску?» Ну, подковать, говорит, с тем же успехом он мог опынуться в Смоленске, он мог опынуться в некем иншем городе. Вот это свечи не того, что для их витебская зьява, культурная зьява, просторы культурные, она для них не вельми цикава. Для них цикавы те персоны, которые просто выдергиваются с этого контекста и доследуются. Так вот, подыходы в опыше 2 года были связаны, в первую черву, конечно, с изведанием вот этого часописа «Искусство и культура», как и причал выдаваться в нашем университете. И в первом номере я тут поспробовал у артыкуле, присвеченном Витебской мастатской просторе, ну, как бы проанализовать, что выдадено на эту тему, и в какой ступени доследчики, пусть этот номер пропачьте, в какой ступени витебские доследчики, и не только витебские, занимались доследованием этого феномена. И оказывается, что сирот наших мастатства знавцев, культурологов, немало людей, которые присвятили свои тексты, на великий жаль, я не могу сказать, монографии, книги, частей из-за всего это артыкулы, присвятили вот этому доследованию. И тому вот той велезарнейшим 28 спасылок спис литературы идет по отсутности, измещая все, что датычется витебского мастатства. Вот и у него мастатства другой половы 20-го ростоводия. Тому, когда будет такая затекавленность, скажем, просто проглядеть такой диапазон, диапазон того, что уявляет собой и про что написано, то напоминает, что это на великий жаль. Вот написано, конечно, на русской мове, но это особенное пытание, чем это так сделано, это был первый номер. Потом я расскажу про это, потому что это совсем просто текало. И другое, про что можно сказать в связи с этим часописом, что вот этот другий номер, даже не взял первый, другий номер 14-го года, специально, покойки я отказываю за раздел мастатознавства в этом часописе, специально я присвятил доследованию Витебской мастатской школы. И вот там собраны артыкулы таких мастатознавцев, как Котович, Лисов, Гугнин, Исаков, и там, не памятую, еще пару человек, напоминаю, Сергей Хариловский из Менчукова, кто-то там еще из Менчан, так само были запрошены. Это была такая спроба все-таки разобраться с дефиницией. Что это такое? Як мы будем все-таки относиться? Те мы будем разглядать витебскую мастатскую школу в таком традиционном контексте, как школу. А школа, как вы видите, в угле, в таком терминологичном поле, это зарожденная явность некого наставника и в учнях. Тим мы будем разглядать в эту школу в неком новом, совсем меньшем варианте, совсем меньшем контексте, как это отбывалось, скажем, и отбывалось в 20-м славодье, когда, кроме наставника и в учнях, по межиме появились некие традиции, по межиме появились некие эксперименты, по межиме заявились с усим меньшими взаимодочинениями. Не просто передача некого в опыту, не просто передача неких рамесницких навыков, а некая огульная духовность, некие огульные объединения, то, что истновало в 20-м столоводье, в початку 20-го столоводья. Вот это были такие спробы объединять два таких погляда. Первый погляд на Витебскую мостанскую школу, как сугубность мостанских научальных установок, которые истновали у Витебска, а их основало, как вы увидите позднее, вельми много. И вот я пероевна с ней, и в этом варианте все вельми просто, и все прочитывается в таким традиционным поле. Да, истновали, одна установа изменяла другую, другая изменяла третью, истновали традиционные наставники, педагоги, какие учили в учнях. И в этом сенсе понятие Витебское, оно просто географично позначает, пусть это поле. Истинные другие погляд на все тое, что отбывалось, как погляд на некую простору мостанскую, и какая тактия наша, объедомывая не только людей, которые скончили Витебские научальные установки, а и какая задает некую, такую, можно сказать, тональность, и получая совсем меньшее подыходы до этой Витебской мостанской школы. Мы пойдем поступово дали, вот вы видите, что тут я бы позначено такое широкое появление про Витебскую мостанскую школу, я бы про некую легендарную историчную мостанскую простору Витебска, не обмежеванную стилистичными особливостями. Это принципово важно, потому что, ну, звучайно, мостанской любви творца и он стилистичный однородный, однозначный, он вучит своих вучнев так, как умеет сам и так, как рубит сам. Вот тут отсутность стилистичной едности. Те иншеру, воходичеру, и я мостанскую накерунку и твердыми хонологичными рамками. Так само, по сутности, некая размытость понятия отремливается, как можно сказать про некую дефиницию, когда хронологичные межи докладно не позначены. Звенши на Богу, вы бачите, что хронологичные межи весь час как бы рухаются в связи, скажем, с тем, что в сучасности это мостанство развивается. И вось позначение как витебска мостанской школы, как своя особливая творчая аура города, как некой сукупности мостанской потеи и творчих люсов, это может оказываться с одного боку эфемерной характеристикой мостанской школы, а с другого боку она накладается и однозначно показывает, что так оно может быть. Ну и узкий сенс витебска мостанской школы как сукупность мостанских научальных установок, про что я уже так сказал. Тут вельми важное понятие, чему я подкресливаю все-таки, что витебска мостанская школа это шмат национальная зьява. Потому что сирот доследчиков, которые занимались витебской школой, шмат першасно зьявилася книги, которые однозначно показывали. Витебская школа это где свой початок от школы Пэна. Школа Пэна, еврейская школа, однозначно и все. Миновед, в таком контексте вышла книжка в свой час, в початку 90-х Казовского, в серии еврейское мостанство в трех томах. Там была школа Пэна, позначена як витебская мостанская школа с усими особливостями и был изрублен вельми жорсткий докладный отбор персоналей в Учню. Да, там были только персонали восьминовитые еврейские в Учню, яке так и оно было. Вы все ведаете, мне вам рассказывать про то, что являл собой Витебск на початку 20-го стола. И тем не меньше сказать только про то, что там основали только некие габрийские теорийские традиции, те только российские, те только польские. Конечно, нет. Хочется, это пытание не выкликало некого такого жадания стилистично обозначить. Потому что школа развивается. Когда поглядеть на початок с того день, она может связанная в угле с наднациональными традициями, с неким революционным пафосом. Когда мы скажем про сучастность, то мы увидим, что тут значительно больше выразными становятся и изусим некий нигилизм, относим к национальному традиции, на двору, великая затекавленность до этнографии, до фольклора и так далее. Вот отсюда теоретичной платформы, про какую так само тут позначено, это так само важный момент, потому школа звичайно отрознивается некими манифестами, некими на каждом этапе, но подобная программа не есть, но объеднать их в одну струйную систему, конечно, это вельми складанный момент. Ну и вот, как я уже сказал, зразуметь логику, те судность того, что отбывается сегодня у просторы нашего часа, в другой полове 20-го ста годзи, и уже в 21-м ста годзи, потому что мне хотелось только выразумели, что сучастное мастатство, а это мастатство не двух опошних 10-ти годзи. Конечно, это уже по судности 20-е ста годзи все уже история. Нам вот уже 90-е годы это такие подыходы звичайного мастатства знамства. Нам тут некоторые обмежевывают не кем 15-ми, годами сучастность, все остатнее это трапляет уже в историчный контекст. Ну и там про историю конечно треба ведать и про ее треба кроку сказать, покольки все тое, что зараз мы будем пролетать над этой первой половой 20-го ста годзи, все это тое инши ступени отбилось на развитие мастатства другой половы ста годзи. Школа пэна конечно школа академичная вядомая вам немая необходности там плумачить некие особливости академичной системы научания и так далее. Тое что характеризовало этого мастака вот в низе вы бачите шерох твором с подписами и портрет самого пэна. Безумовно неотъемной часткой школы завжды з'являются учни. Вот тут так само портреты які писав свай кучни пэн с указанием хто гэта и што. А кроме гэты школы яка основала та революции вы ведаете что после революции приезд шагала утварение такой мастатской школы так само у гэты школы значлось месцы пэна. Можа гэтая сторонка к реку опередживая якбы наступную калі мы пачнем размовляць про тое што було организовано ўжу шагалам як мастатская обучэльня але хацилас б кабось особо пэна большцельно прабучала миновіта ў такім контексте развитя неких реалистичных академичных традиций. Калі мы зноу жа вертаемся до доследчиков калі паглядзіць на тое доследовання шацкіх і наприклад французская досвечіцца Клєр Лефоль так само писала пра витебську мастатскую школу то там гэта частей гучить паза типаза межамі школы пэна тізнійким ну такім адносна адносна мисувязіми. Тому што канешні ну як знешні можна було паўляць і кі сувязі памішвось тым революційным мастатскам, якоя існувала ўжо подым іс приходом Шакалла і Малевича і інших і вось тым академізмом може навод кірку таким ўжо і низусім сучасным і разом з тым як гэта можна сполучаць ў адної школь тим не менш пэн був вельмі паслядувний мастат ў сваїй творчісті і вось тое што я намеў робіць самі наэтаг гэтаму ён гучил і сваїх учениць безумовно вось знамінальний этап Витебска народна мастатська ученья і канешні ж гэта особа Шакалла і канешні ж гэта ёго творчість прайкую вам таксам адсудовну вядума і той тінші ступені каі ми не будем проецировать все ж такі особу Шакалла на сучасна мастат вы разумеєте што канешні гэта не просто вось нікі флёрта той тагочасу якій накладає на усіх нас нікі отбиток такої могутного осеротку мастатського в якій ми повинні відповідати якби вось тому таленту той натхненості тому вось тое што скажем ніс в сабе Марк Шакалл канешні гэта да гэта таксама нікім чином натхняєс сучасных мастаков але не толькі але вось істелістыка нікая звязаная може нікій ступені з наївним мастатському нікій ступені з сюрреалістичними нікими традиціями і так далі і так далі вось будинок ведомий вам народний мастатський учельник правда гэта сучасный гэта гэта зараз гэта 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 сучасный гэта но хочеться сподівацься што то все ж такі вось вправы будут доведіны до финалу і гэта гэта будинок станет сучасным музеем вось гэсторії мастатській шкулы Стислав Добужинский, человек, агонный вядомый у русских мастанств, который в Витебске пробыл всего несколько месяцев, который был запрошен на посаду директора. И, снова же, я не выпадково пригадываю это имя, поколь вы увидите крыку поздней, что его такая улюбенность у городских краевит, у городских ландшафтов. А он намалевал, и вот с удовольствием есть серии малюнков и живописных полотна, присвеченные Вильне, присвеченные разностальным городам. И это некая такая философия города. Я просто переконанный, что это дарма не прошло, но вот эти некольки месяцев, с такими подыходами, знакомствами, с такой стилистикой, с такой философией городского краевитов, безумовно, это некая частинка того, что поздней проявится и у гравюрах Шерову Мостаков, пешей половы, и проявится поздней у другой половы Сноготика, или мы будем сказать про особливую популярность темы Витебска и городского краевита у витебских мастаков. Но, поверьте, у отрознений от витебских мастаков, когда взять, скажем, некие регионы, не так часто навод мясцовые мастаки завертаются до ландшафтов неких своих городов. Это не есть такие некие, ну, такие моцные, моцный накерунок, моцный вектор развития. Многие мастаки знаходят для себя нечто больше текамое. Ну, и вот тут некольких фотосдымков, просто деля так информацией, как к руху нагадать те имены и те подеи, какие отбывались, и какие безумовно, есть частка истории мастадской школы, пешей половы Сноготи. Казимир Малевич и его ученик. Так само особо знаковая, особая какая, ось окромя Пена, який мы можем сказать, ну, распочал некую реалистичную традицию витебской школы. Я хочу это подкресить, что все-таки, коли мы начинаем сказать про витебскую мастадскую школу, довольно часто на первое место ставятся некие, скажем, супрематичные, авангардные пошуки. Вот, як сказать, по судности, пешими были все-таки пошуки у глинеориалистичного мастадства. Гэта был другий вектор развития школы, да, подтриманы революцией, подтриманы неким новаторством и пошуком, экспериментаторством с формой и так далее, и так далее, вам гэта все ведомо. Но тое, что, зноу же, гэта стала поздней не просто некой Библией для шерва Мастакова в 80-е годы, гэта безумовно так. И, канешне, закрытость гэтаэй темы до 70-х для мастаков, мастадства знавцов, те не стольки закрыты, скольки, ну, некие негативные относины. То есть, а вот гэта, канешне, гэта не могли не поуплывать. И для многих творцев, для многих молодых мастаков гэта была, гэта был таки, спроба вытягнуть нечто забороненное, спроба в першую чергу докрануться до нечего схаванного. И безумовно, вот, я сказал про учню, вот тое, что тут позначено объединение уновисть и уновисус, по беларуску гэта ствержальники нового мастадства, по русску утвердители нового искусства, вот такая аббревиатура, гэта безумовно, вот той, что мы называем таксамой часткой школы. Вот выявите себе, что той же Казимир Малевич, и можно было бы именной, скажем, с русского мастадства, был таки мастак Шевченко, який не мая, не я как относен до Витебской школы, гэта был бы час, кали мастаки, вот, очували некую патрэбу, такая форма некого миссияниянства, кали, вот, у нас така было, было такое моцное ожидание, ну, неек, обратить своих учням в свою веру. Ну, и тут таксама, из-за уже пошли персоны, просто нагадаю, Эль-Лисицкий, безумовно, таким, вельми широким подэконом, на мой погляд, это особо вельми моцно поуплывало, вот, им лику, вот, мы будем казать, но уже про другое стабуде, про другое участку стабуде, на, скажем, проектование, мастадское проектование, какое, ну, не так моцно починало развиваться у нас, али со заявлением технологичного университета, отделения дизайна, все ж таки, это оказалось довольно запотребованной темой. Ну, вось, безумовно, амазонки, авангарда, Ермолаева и Коган, такие представницы, все ж таки, слабого пола, хочется сказать. Николай Суетин, Илья Чашник. Мне не хочется долго на этом тримать вашу увагу, потому что это просто, пусть тут еще с десяток персон, какие мают для чинения, да, можно было бы этот список повеличить у два, у три, у пять разов, но в этом нема просто великой необходности, потому что многие имены, на великий жаль, окромя имя и прозвища, больше немают за собой неких историчных датин. Вось, новый вектор развития. По сути, как вы ведаете, Казимир Малевич и Марк Шагал заезжают из Витебска, и Витебска-Мостатская школа перетворяется в школу реалистично. Вось, для многих доследчиков, и у ты, млекой, есть такие доследчики, например, был уже Коптун, и вось Тайя Шацкий, для многих из них, это уже кропка, в развитии Витебска-Мостатской школы. Для них 24-й год – это финал. Попольки не застаётся неводной, мы с этой сусветно-вядомой персоной, попольки не застаётся неводного человека, и у Витебска приезжают мастаки реалистичной накерованости. И в это, оказывается, контекстовость того, что мы сегодня называем авангардом, может, зусим не текало. Ну, для авангарда можно было бы выказать свои относины, только, вернее, просто сказать, что сегодня про авангард бесценсурно разговаривать, покольки эпоха постмодернизма, я бы не мая, такого разно позначенного накерунку развития мастанства, как можно было бы сказать, что авангард – это военный термин, это отряд, який единоперед. А я, может, можно сказать сегодня про некий отряд, який на переде мастанства. Сегодня руки отбываются у самые розные боки, и сказать, что реализм – это арьергард, а, скажем, абстракция авангард, я бы сказать. Я сегодня, наоборот, бы сказал, что сегодня реалистичное мастанство, все частей, выступая таким мощным авангардным накерунком. То, что мы часто чуем от наших коллег, или, 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 витебских мастаков, про авангардность супрематизму, те авангардность, ну, про бальтик. Это мастанство минуло гастагвы. Треба про это памятить, треба про это двучивостью, одну ваду немогчима. Вот и реалистичное мастанство, связанное уже с лёсами витебского мастанского техникума. Я смотрю, что у Витебска мастанского музея вы могли наведать литерально вот тому была датная выстава, присвеченная персонали. Там висели дворы мастаков, простраников, то есть гучни у этого витебского мастанского техникума. И можно без усилякой натяжки сказать, что по судности, когда мы ведем разговор про мастанский техникум витебска, то тут училась вся та элита, которая позднее створила гонор белорусского вовлеча мастанского этого часа. Но научных установок просто не было на Белоруссии. Это было то, что дозволяло неким чинам просто отримать мастанскую эдукацию. Тому тут и Виталь Цвирко, тому тут и витебский мастаг Михаил Михайлов, и многие-многие инши, кого вы можете прочитать, это и Абрам Бразер, которые ведомы, как живописец, как скульптор, и Лев Лейтман, и Иван Ахремчик, который был в первую часть директором этого мастанского техникума. Это имены, это гонор белорусского мастанства. И разом с тем, это все имены мастакореалистичной накераванности. Заразумело, что это была отповедная эпоха. Заразумело, что может кто-нибудь из них повернул бы свой бензель у инши бога. Но это был не тот час. Это нужно разуметь, но так складалась и история. Ее не переписать. И то, что талант мастаков проявился в дальнейшем, вось и Волков, Валентин Волков, снова уже и Мазалю. Это так само все выпускники витебского мастанского училища. Ну, вось тут хотелось бы просто свернуть вашу увагу, что, конечно, вось гэтые традиции, реалистичные традиции в первую очередь, они нашли развитие творчества. Безумовно, Витебск не мог оказаться вось той просторой и той пляцовкой, в какой большинство выпускников могла себе реализовать. У основных это была необходность выезду из Витебска и Витебск, як и у себя беларусные религи жаль, довольно часто яхтая центрифуга, нараджая некие-то таланты и потом раскидывая их по всему свете. Так отбывалось и тут, но дякую богу, участка все-таки мастаков осела и в Минск. Вось тут особенно выделена Витебская школа гравюры 20-х гаду. И так само вядомые вам имены Соломона Юдовина, Ефима Минина, Зиновия Горбовца, мастакой, які займались гравюрами на древе, цей есть такий кривожий термин «древарит», может вам больше вядомы по русскомовному термину «ксилография», вот эта гравюра вырезанная на древе и потом зая другуюся отбиток на папире, зрозумелось. И знову же, вот зверните увагу, на некакий твор тут есть, это знову же тема Витебска, это знову же тема городского краевида, якая вот на мой погляд ишла еще от Добужинского. То есть кали поравновываешь все это, кали знову же шукаешь некие вытоки, то бачишь тут еще и уплывы и того ж Пэна у пейзажным живописи, тому что вы ж ведаете, что Пэн не только писал портреты выдатные, али писал выдатные краевиды. И вот эта школа на сегодняшний день на религию жаль Зусим недоследованная и она дала такие монстры штуршок в 70-е годы уже другая половостагодия для развития у Витебска линогравюры. Вот линогравюра в 20-е годы она мало-мало распаусюджена, но за разумелом это практически такой техники это не было. Все же таки ксилография рулила. А вот другованная гравюра уже не совсем корректно тут сказал другованная гравюра она выглядела цикавость минавито такими накерунок творчествей. Потому что линогравюра вы памятите она так само заявлялась у таких может больше пропагандистских методов. На ее вельми легко и худко робится вырезается некий малюнок таким чином друговались плакаты и так далее и так далее а вот перетворить этот материал у некой пошуковой для працы скажем с пейзажами вот это уже была совсем новаторская такая линия и у мостоку Витебска. Ну и вот вось початок другой половы 20-го 100-го года. Тут позначены такие этапы. Конечно варто было бы сказать еще и про военный час. Потому что многие мостоки выпускники Витебского мостатского техникума опынулись в этот час на войне и загинули некоторые из их. Некто опынулся в оккупации и протягив заниматься мостатством розное мостатство было. Тяжко позначить некие особливости стилистичные. Конечно части из-за все реалистичное мостатство с конкретно позначенной такой трагичной темой. Редко можно найти нечто такое зусим вольное от того часу военного. И это все зразумело. Но и далее идет другая половина стабудия. Я не попробую только обувольнение некий рабить попешей половина стабудия уже складано объеднать тяжко объедновываемое. Кажут, ну я так вы можете извести это разом. Али никто не скажет про то, что школа богатского повинна быть такой одновекторной, однородной у своих неких приоритетов. Для витебска это характерная рыса. Да, да, речи. Али мы скажем вот есть такая текавая книжка про парижскую мостадскую школу по великому рахунку объедена на довольно умовных принципах. Можно так спрочаться про то, на коль к ясну некая едность в мостаду парижской школы, которые приезжали из родных краев, которые учились из родных наставников, которые имели за собой самые разный узровень подректованности. Откуда там могла заявиться одиная стилистика? А ее там и немало. И только прыгожий париж с его неким водором творчести и экспериментов объедновывал их и натхняв на нечто. Восемь все, что по судности можно так подумать про выдачу некие аналогии, чему такая логика не может исновать удочинений до Витебска. Пусть пасли военный час. Витебское мостовско-графичное педагогичное училище. 49-59 год. Час таки безумовно довольно складанный. Закладаются основы у Витебска по-перше практически не засталось о мостовку. Большая мостовка переехала жить в Минск, там была братца, там узнавлялся столица, там были монументальные великие братцы, там можно было лотковаться значнолепее. и тому большинство тех, кто еще до войны был в Витебску, опынулись уже в Минску. В 1949 год. Вы видите портрет Смиродинским, написанный директора мостовско-графичного педагогичилища Солохи. Ну, по-моему, этот человек был вельми отказный, до речи с одного боку звичайный наставник, и с другого боку человек, который был признан гоноровым громадянином Витебска. В той час гоноровыми громадянами Витебска становились космонавты и разные, довольно скажем, ушанованные некими значными подвигами людьми. И тут раптом директор звичайной в учебнике. Напевно, в этом так само был некий сенс. Вось на здымке снизу справа у вас вы видите в той невеличкий склад выкладчиков, где можно увидеть твар Василя Шаталова, Мышкиной, Владимира Смирединского, Дукальской. Вось практично той невеличкий контингент выкладчиков, который в этот час прац работает. Сказать про тое, что узровень подрыхтовки у Мастанско-графичном училище был некий недостатков. Вось будинки, которые там обозначены, это будинки, в которых находилось это училище. Спочатку это была школа, самый верхний будинок, а потом это будинок на Чехово, где потом размещался Мастанско-графичный факультет Пединститута Кирова, спочатку, а потом университета Машерово. сирот сирот ведомых Мастако-графичный скончили учению больше практически не протягивали свою эдукацию. Ведомый, напевно, вам акварелист Геннадь Шутов, тот же акварелист Новополоцкий Виктор Лукьянов, Мастак Витебский, вось тут есть книжечка Виктор Сорокин, Мастаки, я думаю, можно бы бачили так само его выставу, и Минские Мастаки, яки, можно, вам меньше знаю. Узровень подверхтовки был довольно высокий. Это может, часом, не дивно, потому что наставники сами имели за плечами всего только середнюю эдукацию Мастацкую. Это была такая апонтанность, это была такая накераванность, на творчество, что просто тяжко себе выявить. Я вот, скажем, рахтуючи, зараздаючи, вышел в декабе в удоветстве гала-арт, в России вышел выдать на альбом Геннадия Шутова. До Минска и Витебского я еще не доехал, но в интернете я его увидел. Поскольку я его рахтовал, то мы разговляли про педучилище, про мастацко-графичное. Такой, шутов узгадывал, что, по-первых, колькась гадин на творчество была велизарная, и задания были вельми складаны. Я поравнула с мастацко-графичным факультетом то, что у нас починается на третьих курсах, починалось неспочатку. Это покаж какой-то интенсивной и серьезной подректовки. Про историю этой установки в этом очень мало. Есть такая невеличкая книжечка, которую написали Олена Жукова и Виктор Виноградов, был ректор нашего университета Машерова, человек, который, по сути, скончил это мастацко-графичное училище, как и Жукова, и потом створил умовы для организации мастацко-графичного факультета. Тут творы Владимира Смиридинского. Смиридинский, напынно, был один из немногих, у кого была такая серьезная, скажем так, амаль, что высшейшая адукация в линии живопису. И причем эта адукация была в намучении у Одесской мастацкой школе, в той час, в мастацком институте. И вот эта реалистичная так званая пауночная школа, она мощно вплывала на творчество. По поколевых, это были довольно соковитые, наявность таких теплых оттеней, колоритей, и довольно соковитые контрастные живописи. Вот тут вы можете увидеть. Ну а так само вот тут некольки творог и инших и наставников, может мало годовый, Иван Бабаедов, уродженец Бешанкович, совсем недавно, его уже давно нема уже выход, или совсем недавно проходила выстава Бешанковича, хоть повинно все же таки, я думаю, отбыться выстава и в Витебску, человек в полный час працавал у Мастацким училища, выпускник Минской Мастацкой учильни. Так само я и Миколай Назарчук с чью працав и там так само бачить. Ну вот, да, Геннадь Лебедев так само, так само тут есть книжечка такая, это вот те персоны, про какие мы все же таки, дарючи, вельно цикавая особа с пункта гляджения краизнавства. Зуси мне раскрытое, потому что Геннадь занимался историей Витебска, причем занимался историей его шмат таких вельно оригинальных поглядов на архитектуру, на историчные процессы, на особые, и он довольно часто дозволял себе не погоджаться с такими ведомыми персонами как Мальдис и стверждать, что там, скажем, той же Франциск Скарина был не першедрукар, а всего, и так далее. Не буду это комментировать, потому что это адекват от нашей темы, если персона цикавая, если будет цикавая, познаемте. Архивы чекают просто лежать и никто нажать покой этим не занимается. И разом с тем, это был Мастак, разом с тем, это был серьезный мастерство знавца, который работал на комбинате Мастацкого, в Мастацких майстернях. Наступная сторонка развития Мастацкой школы, это Мастацкая графическая факультет Витебская Державного Пединститута. 59-й год створение этого факультета безумовно велезарной подтримкой, велезарной такой деянностью Виктора Никоновича Виноградова. В той час он, напевно, еще не был ректором, он был проректором института. И вот заявление этого факультета причем учения еще многие заставались, протягивалось от некоторых выпусков и одночасово заявился новый факультет. Напомню, это початок такой, ну просто на мой погляд такой золотой сторонки истории Мастацкого графического факультета. Внизу вы видите такой набор фотозлимков на пленере, там можно увидеть и в первую чергу известного Мастака Витебска Валентина Дежица и Леонида Антимонова известного графика и саму Жукову они там сидят вот там про и выкладчиков и яке позднее Иван Хитько вот тут я бачу и вот там с звездом Ленина это Генеральницкий и многие и многие инши там сборная сдымок выкладчиков Мастацко-графичного факультета и он так само там есть и некольки дипломов ну цикаво что на великий жаль конечно не все заховалось в архивах нашего факультета но есть дипломы совсем недавно мы там знали диплом Олеся Мазочкина и дипломы Мастаку выпуску 60-х годов конечно это была эпоха вот тут слово такое цикавое написано Шаталов деканом Мастацко-графичного факультета был Василий Регорович Шаталов особо неоднозначная за всем складанная у разных Мастаков и она выкликая разную реакцию и разом с тем это был соправданный господар факультета это был человек который тримал статус факультета на высоком узору ну и конечно любые годы любые научные установки конечно делают сами студенты это без такой активности студентов не мог чего развлажать вот эти часы в начале деятельности факультета это была одна две группы это не больше 50 человек потом факультет увеличился до сотни человек сегодня мы снова разменьшились до минимальных помер это были такие ну по-перше это был факультет на полову который складывался с хлопчиком было много хлопцев которые учились на мастатской граффичном факультете сегодня мы уже больше выглядаем как факультет на котором я сейчас работал на початковых классах завоевлен чем мастат где хлопчик был там на всю по возгруппы это ну нехай девчонки на меня не кривдуют это так само в некой ступени уплывало на такую ну я бы активность творчую потому что ну так уже складается что хлопцы больше амбицийны в своих ожиданиях реализации так вот это самореализация профессии для них больше важна чем для девчин это натурально это нормально это и разум с тем это совсем не означает что скажем сирот выпускников мастатского графического факультета мы не можем назвать имены просто шиконных мастатчик скажем той же Валентины Ляхович упозднейший час выкладчится потому что я памятую как узгадывал Леонид Антимонов у которого училась Валя Ляхович будучи студенткой она стояла и глядя на его график указала боже мой будет некий так бы працевать научиться а он сказал ты не только так будешь працевать ты еще учить будешь выкладать я я выкладывал на мастатской графичном факультете потом и в мастатской школе номер один я думаю сегодня она ведома уже не как реалистичная мастаточка больше я как варилистка с такой подкресленной абстрактной темой и больше працующее у объекта, у мастацкой объекта, и тем не меньше. Вот тут в некой ступени отверстия активность деянности и життя на мастацко-графичном факультете, вот эти афиши, которые вы видите, это была такая вельми распаучуженная практика, но, по-перше, ни яких компьютеров не было. И вариантов у них просто быть не могло. И каждый раз объявы об проглядах, об подготовке дипломных работ и инши-инши газеты. Все это робилось ручками, безумовно, малявались карикатуры, шаржи. Это робили выкладчики, ходят такие чутки про то, что, например, объявы, який писал вядомый Рыгор Филиппович Кликушин, який был просто майстер шрифтовый, что, звичайно, они долго не висели на стендах. Как только появлялась афиша про гляд, завтра там, то это выставы взрывали, и народ заховывает для себя память про майстерство шрифтовой працы. Вот это, конечно, працы, напевно, больше студентские. Ну, а летом не меньше, это завжды-то так само была такая конкуренция. Вы вот тут можете увидеть, когда разговор идти про скульптурные головы, вот всяких тут вельми шматых, это у первоважной большинства творога, гадомого мужа, тем, кто учится на мастерском графическом, Ивана Колодовского. Вот тут и портреты Чукина, тут и портрет Антонова, неколи выкладавши на мастерском графическом факультете, майстра Ковшенко, Семенова, Генеральницкого, Орлова. Это все особо, ну, вельми знаково для мастерского графического факультета. Ну, а портреты справа у вас, да, портреты справа у вас, где-то учнёвские прадцы, многие из них, вот там есть и портрет Гугнина молодого, и портрет Черняка в мастерске, которые уже сегодня, каким уже сегодня за 60, а некоторым уже под 70, на приенке, ну, и так далее. Вот это то, что до сегодняшнего дня, дякой Богу, заховалось. Вот тут персоны большие. Я уже казал про Валентина Дзержитца. Конечно, это особо, зло уже, какая на великий жаль покой не доследует. Увуголь, я, звичайно, попереджаю свои такие лекции про мовы неким показом литературы. Но жаль похвастаться вельми немачим, про мастерство другой половы ста годзе, ну, и снуют каталоги, и снуют некая такая особная персоналия, а вот такой огольной книжки какой-нибудь, я просто понимаю, а некоторые персоны, вот в этом контексте, они просто практически не доследованы. Вот Зуси недавно завершила свою працю в Мастерске музее выставу Валентина Дзержитца. Не вернешь, когда, что на открытии выставы практически, ну, отрымался таки круглый стол с доследчиков, с мастерствознавцев, и не было широкого кола аудитории, бо узгадывались некие такие вельми важные факты из життя этого мастака. Мастак, який протягивал светореалистичную традицию у развития Витебской Мастацкой школы уже у послевоенной части. Мастак, у якого тема города, тема Витебска стала доминуючей, и якая по сутности до сегодняшнего часу донесла нам некоторые ландшафты Витебска, которые для вас, например, молодых людей совсем не познавальны. Например, когда сверху там глядеть, выглядят вид с дому специалистов, которые находятся на супредветеринарной академии. Те вот это судоремонтная майстерня, которых, конечно же, уже давным-давно нема. Те вот это будинок, недобудованный театр с некой будкой трансформаторной, за место, которое сегодня там уже давно стоит помник. Все это, та история, те вот это разлив с дворотного боку, вот, видеть бы. Это, вот, те не только, я бы, сторонки уже мастацкой истории, это уже история просто. Какая история уже и заховалась сейчас, может, только вот в таких мастаковских композициях. Потому что вы ведаете, что, ну, фотосдымки фотосдымками. А мастацк, звичайно, выбирая некие довольно важные, вельми особливые позиции для своих творов. И вот, та коллекция, которая сегодня заховывается у мастацки музея и у Витебска, это всего 12-15 творов. Больше, на жаль, не засталось. У Витебса обе, это, а маль, что позавчерашний день. И вот, та же самая история с Шагалом повторяется, повторяется и повторяется. Это, конечно, страшно. У его была вельми цудовная эдукация. Вот вы бачите, там, Ленинградский живописный факультет, выдатные наставники. Он учился и у Волкова, и у Демлеку. Тому тут, это особо просто. И долгие часы был загадчиком кафедры. И далее, чего, первые сябры союза Мастакова-Витебска. Восьмин вам протяг той и тая переемность, про яку мы часом кажем, як про некую логику развития школы. Творче обеднание квадрата, якое заявилось уже в 80-е годы, якое складалось отразу ж с выпускников мастацко-графичного факультета это практично одной группы. Ну, а ле докладно одного выпуска. Восьмин, я думаю, вам уже сегодня имел это и, конечно же, Александр Малеев, и Миколай Дундин, и Александр Дасужил, и Валерий Часный, и Александр Слепов. Ну, может, кого-нибудь забыл. Да, Виктор Михайловский, Татьяна Юрия Руденко. Восьмин, это те персоны, которые объединялись, створили объединение квадрата, калі, по сутнасті, про творчесть Малевича было, а может, ну, ведома так, не шмат. Я добро памятую книжку, восьминку насупраць универмага, была такая книгарня дружба. И она, там продавались книги социалистичных краин. И там у першиню заявилось и выдание, какое было вельми дивно. Выдание, по сутности, российской доследчицы Жадовой про, какое на русском, на немецком море, на русском море перекладается поиск, пошук и эксперимент. Пошук и эксперименты, и выдание вельми насыщено было черно-белыми иллюстрациями, у яким Витебск фигуровав разом с Малевичем, Несицким и навы фотосдымками и того часу, ну, великая колькость. Я просто добро памятую, за якой апонтанностью мы усе тут рванули, разобрали гэты альбомы, какие великая колькость, великая колькость, великая колькость, и прибегся к таким пожиданиям, треба перераскивать из немецкой мовы. И они почали шукать, по-перше, отправили лист к этой жанре с просьбой дослать им русскомомовный вариант, почитать, как там, потом, не знайшовший такого варианта, почали просто просить перераскивать некоторые мовы. Вот так створалось объединение, якое имело и свой манифест. Манифест был не только уже зусим революционный, я бы этого не сказал, потому что иначе бы оно просто голову не подняло. Скажалось, что объединение створается в межах и сною Чехосоюза Мастаков, алье Змэдой, и бы звернулся до традиции авангарда змэдой супротстоять некой хлусне у Мастаз. И это была эпоха перебудовы. Это была вольница, кали можно было казать и писать все, кали можно было навод заявлять и такие претензии. И тому як бы зворот до стилистыки авангарда, вот скажем, до стилистыки Казимира Малевича, буквально раз заразумело, откуда это была такая, скажем, слово взятое в якости назвы объединаний. Конечно, и он был ластивый, некоторым ваше черву самому Малееву. У некой ступени супрематизм, и вот такая праца с формой, ну, может, тоя часть захопляла Валеру счасного. Но для некоторых это были хоть такие отходы в бок, может, кубизма, может, некой просто эксперименту с формой, некой по живописной абстракции. Иначе, скажем, что стилистично это не было некое одиное такое поле. Это была разная стилистика. Больше того, мне, скажем, святку этих подей, у меня складается такое очувание, что это было в первую чергу ждание единания делятворчества, ждание сопростояния некому официозу, некой советской пропаганде в мастерстве, некой лакированости и речаисности. Усим этим тематичным выставам, на которые уже была дворотная реакция. Вот это был просто у некой ступени такой же протест, каким по своей сутности изъявлялся черный квадрат. Вот вверхчас всплывая спроба интерпретации этого, все хотят доведаться, что же он там за собой не несет. На мою думку он нес самое головное, он ставил кропку на той эпохе развития мастерства, которая была связана с неким администрированием речаисности. И начиналась новая эпоха. Вот это был знак просто. безусиля каких там глубинных, концептуально образных сенсов, те, как один настостознавца сказал, что читавленник, было такое, что спробовали глядаться кракелюры квадратно спробуют все разумеет. Чисто в чем же там магия этого творога поглыбит. Вы можете на этом развороте бачить скульптуру правом куточку слепого. Вот у него была в той час отворотная задворотная форма, не выпуклые формы, а на двороте спробовал некие эксперименты с фотографией. Вот эти оголенные фигуры на некем сметнику. Это был початок акционизма, початок популярности, перфоманса, хэппенинга в разностайне. И вот это то, что они устроили разом с вядомым вам фотографом Игорем Барсуковым, который занотовал весь этот процесс на аналоговую фотокамеру и его сьезть этой фотозанки. И некольких узоров каталогов этого квадрата. Квадрат проясновал довольно долго на мою думку, потому что по осудности, ну так, как показывает историчный опыт, больше 80-ти год творческие объединения не живут. Это ненатурально для таких объединений, потому что за этот час, например, в музычных суполках, в каких-нибудь группах, заявляются новые лидеры, заявляются новые думки, заявляются новый взрыв некой творчести, новой амбиции, что разбурая, конечно, высветует целостность. Долгий час он истновал неким таким, завершившим свое истнование такой позиции, потому что заявлялось, что квадрат уже не истнули. И раптом про некий год заявлялся выстава, снова квадрат. Совсем недавно они снова сбирались и отзначали юбилей, объединение. Это натурально, но квадрат протягивает жизнь, как историческая постать. Еще один важный керунок в межах Витинской Мостатской школы это школа акварелии. Школа акварелии в первую чергу связана с именами Ивана Столярова в первом Шерова и в середине его твор с белыми облаками. Он от самого початка работал в Мостатско-графичном педучилище и потом на Мостатско-графичном факультете занимался распроцовкой методики выкладания акварелии, распроцовкой программ по акварелии. Учим отметность деятельности этого человека. Справа тем, что у академиев звичайно акварелии як ироне як в 19-м стабуде надается такой другостной роли. Это такий материал яким робятся эскизы некие ну там этюды можно робить алик это як бы несерьезно замжды лечилось что там в акварелии и вот все ж таки другая полуа стабуде показала не только вось и Витебская школа акварелии у темлику али не только вовлю акварелии починаючись 60-70-х годов показала себе зусим отметным материалом показала что гэта и технице подулатны довольно серьезные задачи довольно таки ну я бы не только проблемы али техничные пытания что гэта что гэта довольно широкий диапазон техничный что гэта не только живопис по вельгодной папере что гэта живопис по сухой папере что гэта может быть выкоростание разностайных акварты пяти отбитков от неких материалов отпечатков и так далее и так далее что с гэта материала можно працавать як с серьезной претензией на некую глубиню в образе вот Иван Столяру конечно был наповно першей фигурой хоть сегодня довольно часто про першую фигуру кажут я про фигуру Феликса Гумина коли казать про Феликса Гумина гэта был той двигатель гэта был той мотор который так само являлся гучним Ивана Столяру который просто активно принял дел в выставочной деятельности который настолько раскрутил маховик властной творчести которого называли некой машиной акварельной потому что твор спад его пылью нарожается за 10-15 хвилин и это было так завсёны гэта вось таки вельми одорены от природы творцы и конечно дягучи и он так само опынулся выкладчиком на Мастацко-графичном факультете правда не эти часы попрацовавши в школе в Новоколодску по размеркованию уехавши али вельми предметный факт что он был напомним первым в Беларуси а может и в Советском Союзе былым Мастаком наставником школы которого приняли в Союз Мастаков это было просто невероятно не я это было тяжко увидеть как выпускника Мастацко-графичного факультета его приняли в Союз Мастаков это только академия могла себе такое дозволить вот его не просто приняли его запрошали на Всесоюзные выставы и выставы кали ён рабил в каких бы городах и выставочных залах Беларуси не только не рабилися выставы многие студенты Мастацко-графичного факультета просто зарывались покупляли билеты вот тоя часть не зажмел никаких нежив там не было купляли билеты и ехали на открытие разом поглядеть новые працы Феликса Гудина и ка это завжды были новые працы таки жаль многие не заховалися какие сегодня рассеяны по всем свете велицарная колька стих в Израиле ну по всем Европа вся Россия Поль повсюду я боюсь назвать какие небыть куточек свету денем а Феликса Гудина увидим что он так само есть на жаль не того рамя гапериду ось 60-х с гэта гапериду на кольке я веду есть творы у Национального Мастацки музея у Минску але так само ну не шмат гэта моста был вельми таки щирина и мог спокойно працавать на пленэре и адразу продавать свои творы просто взлету все родилось вот это две персона конечно становление школы не могло обойстись без таких уже пригаданных мною особьев Геннадь Шутов Ти Виктор Лукьянов Ти Викентир Альцевич в Витебске Мастак а позднее уже Валентина Ляхович Людмила Ворнова Ляхович Карпан Драненко Наприенко пиролика медов вы бачите и бачите их творы сказать что Витебская школа аквареля это стилистично цельная школа в начале стоять столярун потому что Гумен и это не был период когда Феликс Гумен выкладал и многие жартовали у меня выставились все подобные на Феликса да это был этап характерный для любой школы для любой академии для любого уплывого майстра спочатку вучень засвоивая ромяство засвоивая вот до такой ступени поколи где ему становится уже не текало и далее начинаются пошуки своего властного почерка своей манеры вот то же самое отбывалось из усилий когда поглядите ранние творы Ляхович Наприенко драненки я на этом все бачу ну гумен чистой воды просто но просто вот вучилися вучилися к этому этой легкости мастерству а потом уже 5-7-10 год это видовочно были пошуки из усим меньшей стилистики и сегодня когда мы глядим на творы и того Ляуковича и того панамаренки из полу и того карпана это реалистичные творы хоть и не завжды но уже с таким налетом экспрессионизма и с налетом некой абстракции там все может быть а заявление в 95-м годе объединения с упалкой Витебской акварели и оно еще больше продемонстровало вот этот диапазон творческих пошуков потому когда это все-таки лечилось что Витебская школа акварели она однозначно належит мастерскографичному факультету в объединении вышли некольких выкладчиков с технологичного факультета с отделения дизайна Антонина Фалеева шла Светлана Рубревская Статковская появилась еще новая тема новый вектор появилась абстракция в акварели почему абстракция вельми такая вельми прихожая абстракция текстильная абстракция такая яплыв у нас на факультете такой не займаются это было на мой погляд это был вплыв и на остатних собров этого объединения потому что это все в меня вы видите учим прихожость учим такое ну лепшие рисы в этих творческих объединений то что это дозволяем астакам не просто сустракаться только у асяроди экспозиционных залов где ты уже творцовую повесить и убачить что помощь с тобой твой сям а сустракаться еще на неких отборах обмеркованиях на некие подрихтовки выставки это некий профессийный асяродик асяродик и подштурковые и до неких изменов и когда я взгляну просто это и при моем деле отбывалось объединение я изменялся и изменялся густ изменился Левкович но может изменился Карпан изменялся Левкович изменялся Олег Гостар Рысь все изменялись это просто раскрывало репшую рысу этих мастерков сегодня объединение ну так само и с Нуеву таким ну скажем таким дивным станем жаль проектом ну вельми моцными проектами конечно были Биеннале Апарельная Сябрина некольки Биеннале было тридцей четыре на кольке памят Биеннале было проведено суделом с серьезным представительством замежных мостаков Литвы Латвии Эстонии России Украины и это было такое представительство на узровне густых акварельных секций которые существуют в этих краинах и конечно же это просто было выдатно в том плане что снова приносило некие мягчимости правду в себе отчевать где мы находимся но на самом час в этой так званой эпохе постмодернизма когда ожидание отчевать себе в один простор и мастерской когда отчевать себе близким до актуальных тенденций в развитии мастерства стало нормальным изъявом потому что они стали доступны в этой тенденции можно было уже убачить и это так само дозволило и удельничать в дым лигу и у замежных проектов один из таких проектов я боюсь докладно сказать вот проведение на павных это 2008 когда я не помыляюсь по запрошению ассоциации литовских мастаков я возил проект белорусской акварели в Камус на Беринале Болтинг Бриджес я такие сателлитные особные проекты який представлял белорусскую акварель и хочу сказать что конечно и она выглядала отмет хоть вся белорусская акварель там по сутности была практически витебской вот некий час послялась активной деятельности витебской витебских акварелистов например после 95 недель в 99 годе один из выпускников мастацко-графичного факультета и авторов из подручников некоторых по акварели Владимир Инкевич дали дали чеки некольки разов приезжав старшиня державной комиссии для нас на факультет это ленавитый мастак безумовно но вот наоборот не идти им сумно стало оточувание что они долучены до витебской мастацкой в витебской школе акварели они решили заявить прояснование Минской школы акварели но когда вы пройшел сюжет восьми человек только двое выпускники академии все остальные наши регионально можно попробовать это был один момент когда они заявили про себя выставку у них все успокоилось тут есть ожидание протягивать эти традиции на жаль конечно не так активно но есть великий задел который потребует такого своего развития с вами выники один из таких на мой погляд яскравых накерунков деянности кафедры дизайна как я уже сказал организован у речащей частного Витебского Державного Технологичного Института Легкой Промысловости специальность там называлась кали мне не изменяя память мастацкое оформление вырубов легкой текстильной промысловости возле это была специальность якая была створена ну я бы не сказал у них пику но параллельно с той специальности текстилем у академии мастацтова у Минска якая уже основала али эта специальность была больше заточена под промысловость в Витебску вы напомню ведаете была довольно такая развитая легкая промысловость текстильная промысловость это и шелковый комбинат это не буду пераличивать это и дивановый комбинат и потребовал специалистов мастаков дизайнер то и частного слова дизайнер не было это были мастаки по текстилю мастаки технологи как они называли вот первых кто для итогов стоял в этой кафедре и кто мает непосредное дочинение до текстилю и захопление текстилем это конечно Наталья Лисовская вот ее тут самый в левом верхнем куту ее габелены уже поздней для ее долучилась и уже пригаданная мной Светлана Статковская уже поздней заявились новые выпускники вот и Светлана Оксень и Лена Толобова и Лена Яснова Жаль Яснова Живей и Працую в Санкт-Петербурге Так Тому тут собраны некольки таких узоров самых разностайных габелены Габелены в той час когда это отделение заявилось ее все-таки по годинам был довольно таки конечно это было просто знаемство с текстильными техниками знаемство с техниками и технологиями и тому это было конечно и экспериментальное нечто алия повязково студенты робили и невеличкие габелены такие узоры мини габелены это завжды было повязковое задание про это проходили все и может я думаю вам Дина Данилович недавно мне было приемно увидеть артаючи там скажем фонды увидеть и прац той же Дина Данилович у лени габелены она зараз занимается выключено проектами с участным мастарством и скуткой я думаю будет проект но может после абстракта у центра с участным мастарством будет проект анатомия там больше фотографий там больше может и виды мастарства но и просто толиновитый мастар колорист и миновитый в этой глине так само так само конечно вот эти червоно-белые колеры габелены Светланы Баранковской может так само вам ведомые мастачки сегодня она означает белорусский Витязь областную организацию Белорусского союза мастаков тут же габелены и Тамара Лисицы яка долгий час працавала у колледжа мастарства тут же габелены и Геннадия Фалея який сегодня выкладая выкладчиком технологичных кафедры дизайна технологичного университета там у правого верхнего кути вы видите отметную текстильную композицию из нити изробленную в уголе мне бы хотелось докладить скажучи про габелены это не совсем правильный термин сегодня я так само одним из номеров писал мастарства и культура про то, что сегодня больше популярный термин так званный таписерия таписерия включая самые разностранные творы в глине текстиль потому что габелены это название творога габелены мануфактуры причем габелены мануфактура основала исторично сегодня это уже прилепилось к слову габелены ну ладно произвучались габелены габелены но нехай габелены но вот объекты которые начали габелены не предуглеживая наявность переплетения габелены жакарного переплетения текстильного текстильного все равно но тут же этого нема тут просто композиция из нитин и вот заявился еще один такой как бы ныкеронок в развитии мастадства текстилью так званая мастадства волокна скажем в замерзанном контексте это гучить так мастадство нитин мастадство волокна и так далее а в уголе конечно частей за все про все это кажут как про мастадства текстиль зараз выстава латвийского текстиль вы можете увидеть что они зараз отшли от такой жорсткой название «Габеллен», поскольку непосредственно «Габеллену» там осталось уже немного. Там уже угольные с тканиной, там уже угольные не только с тканиной, а угольные, когда сказать про эти техники и технологии, и сегодня, до речи, очень популярные в Витебских мостах, до этого была местная Светлана Баранковская, мы могли бы увидеть там из ворот до старожитных «бабулиных деванку» там, и спробы некие разрывы ткацтва робить, и там нити сполучать с тканой технологией, с гладким ткацтвом – самое разностайное. Тому это популярно. Вот в европейском контексте, когда глядеть, вот литерально 24-го, 29-го, они ведут, и все, как это мается, поехать, вот этого месяца, открывается такое милизарное биеннале «Текстиль у Ризи» в Латвии. В биеннале, которое имеет такую уже школьную историю, выдаются каталоги этого биеннале, широкий удел сусветный. И вот там, звичайно, в Вильне издевляешься минавито разностайности мысления этих текстильщиков. Когда ты приходишь и бачишь, скажем, твор, зарубленный с соломы, с переплетением нити, эти с дроту с нити, со сполучением вугли, понятие волокна перетворилось в такую нечто аморфную, это зусимняя боевская нитка, это зусимняя боевская текстильная полотно. Это нечто такое, это могут быть трубки из-под каких-нибудь полиэтиленовых, невядомость чего, папира, полиэтиленов, всё. Часом, в Вокрастане, это переплетение становится поводом для того, как выключать эту текстильную выставку. Часом, наявность, некое располучение самого текстилью с некими новыми техниками становится. Но тяжко, тяжко сказать у Оргули, где межа? И самое, напевно, головное, что я, пакуль, вельми сподзаюся, что станет больше активным в межах в Витебске текстилью, это, конечно, наявность объемного текстилью. Объемный текстиль зараз это такое, ну, я не могу сказать, что это ноу-хау такого сучастного текстилью европейского, да и сусветного американского любого. Да, объекты, выполненные из допомоги текстильных техник, стали сегодня вельми такими запотребованными. Розные, знову же, лямец, валяне вот эти волны становятся, там, выкористание неких каркасов. Самые-самые разные подходы. Але объекты, объекты с текстилем. Вот Витебск робит, у нас есть, скажем, такая выдатная мастачка, на мой погляд, просто шоковная мастачка. Таня Маклицова, которая працует в таксамом технологичном университете, какая, ну, тяние. Ну, может, не одна, конечно. Там сейчас, ну, Некрасова не робит объекты. Текстильные, и это, конечно, ну, просто захопляльно. Вот я думаю, что на наступном тыдне там повинен абстракт открыться. Хочется все, какие-нибудь створы Маклицова и Таня, вы увидите. Это Хочется все будет экстильным. То есть, я навыкористов, и там, и паралон, и самые-самые-самые разные стальные техники. Хочется сподеваться, что это будет находить протяг. Хоть, конечно, сама история, на великий жаль, показывает, что уму для этого нема. Вот мне Наталья Лисовская сказалась. Вот сейчас приезжала Ева Круменя, загадочится кафедр текстиль, Латвийская академия Мастанства. И когда мы организовали лекции и для наших студентов там в университете, и для технологичного, для кафедры дизайна, я проводил ее у Круменя, мы скрадовали на то, что сменьшилась околькость годин, шмат годин первая, на самостоинную працю в уголе, как бы студентам, нема часу займаться гэтым габелемом. Что ж это может все сникнуть за символ, тартарары, и не будет этого. Что будут працывать на узровне створения эскизу. Ну что такое эскиз? Вы разумеете, что треба працывать, конечно, с материалом. Далее идем. Вот на приконцы ста годы неутаймованная прага экспериментов. Про что разумова? Безумовно про проекты, которые в контексте школы связаны с первой половой ста годы. Что нам дает общимость сказать про эту атмосферу некую духовную целостность? Проекты информэйшн и проект абстракт. До каких мое дочинение, конечно, Василий Васильев, Мастаков, Николай Прусаков. И тут вы видите имены тех, кто принимал дело в этих проектах. Проекты безумовно такой авангардной накераванности в той час, скажем, в Мастарстве, когда они изъявлялись еще в 90-х, ну, про это можно было с некой осторожностью указать. Правда, это был таким вельми мощный и активный вектор развития Мастарства. Частие за все это, конечно, объекты, те великие полотны с самыми розными творами Василя Васильева за отбитками властного тела, там такие самые розные объекты, юнмайстер объекты в угле, юнвель, металлиновиты, Мастар, и у него шмар цикавых знаходок. И это можно убачить. Ну и, конечно же, то, про что я указал, как некое своясомливое логичное завершение того выдатного слова «эксперимент», который характеризует все-таки один знакерунков развития Витебской школы. Вот для того, как эта школа исновала и живилась некими соками этой просторы этой земли, нужно, чтобы молодь захоплялась, працавала, гуляла в этом мастарстве. Вы разумеете, что, конечно, некоторые говорят, что это гульня, а кто сказал, что мастарство не повинно быть гульнёй? Гульня, а ли гульня серьезных людей, гульня на узровне часом жарту, гульня на узровне часом некой драматичной падею. Самые разные знакерунки этой гульни, а ли это так. И то, что есть такая экспериментальная пляцовка, экспериментальная простора и сну, это, конечно, великое счастье Витебска. Я весь час просто вельми хвалюсь и боюсь, что это какой-нибудь момент раптом звернется, снова подставы для этого есть кожные, потому что гроши для этого знаходятся неведомо где, неведомо я. И подтримки такой выразной сбоку державы, ну, нема. Финансования нема, культура финансуется у нас не настолько мощно, как можно было сподеваться на всё это. Дякую Богу, конечно, дякую великой Марине Романовской и всей компании, организовавшей этот проект безумовно за допомогой и выкладчиков нашего университета в свой час того же Евгена Антонова, того же Миколая Прусакова, бо починалось всё некое из выставы Гаудиамус, какая прошла у кинотеатра «Спартака», потом поехала артисия и каждый год приносит безумовно такое задовольнение от «Знаёмство с нечим таким новым». Хоть сказать, что, конечно, сказать, что, конечно, много бывает там самого разностайного, ну, конечно, не. Ну, напомню, так и не бывает, что в мастерстве каждый крох это поврестковая такая знаходка. Часом это бывают и такие стрелы холостые, ну, это не важно. В мастерстве треба плыться, и только тогда можно домовчиться каких-нибудь вынеков. А то, что школа, по сути, в мае некие опорные кропки, про которые вы уже почули, да, это не школа, это не мастерская графичная факультет, это школа, это не отделение дизайну технологичного университета, это школа, это там не некие колледжи, какие сегодня ясную, а ли на их обыпирается все. Бо не будь гэтага, не будь ничего, не будь гэтай артсезий, не будь ничего, конечно, а ли, кроме гэтага, гэтая еще персоны, гэтая еще мастаки, и плюс, и плюс еще, вот, я завжды про гэты кажу, да еще не не доведите, великая концентрация гэтых мастацких сил. Понимаете, столькие навыпускали мастаков за гэтый час, столькие хасела в межах Витебска, что гэта накладая, скажем, Витебская областная организация на вот союза мастаков, я не хожу, что гэта принципово важно, по замежам и союза мастаков так само, выдатнейшие творцы гэт, а ле, на другая по голькости, по сляминцу. Гэта пранешта кажа, потому, что, ну, просто, великая голькость, и нас тут усилят. И гэта, вот, створяя той сяродык, это створяя ту простору, у якой, якой требаят повидать, калли выставляешь себе на показ, калли выставляешь творы, калли молодый человек выставляет, и он разумеет, что одна справа выставляется, гэта в незнаемом месте, и иншая справа. И там, я хочу сказать, что, калли, былые выпускники, те, кто учился у Витебска, приезжают и говорят, я так хочу заробить выставу у Витебска, а ле такое хвалевание мостное за ужд, в общем, люди там, в Европе, в Италии, в Франции, у Парижа выставы робили, ты видишь, выхвалевали, потому, что, ну, что там выставы у Парижа заробили, ну, они все радостные, все пришли там, выпили шампанского, все там, сказали, что цудонно, и все. А тут приедешь, тут же твои сябрытут, шмак тых, кто тебе ведает початку, шмак тых, кто будет разглядать и разбирать это, не погаджаючись просто с термином, о, вядомый мостак приехал. Поглядил, який вядомый, что умеет. И это вот, это таки настрой, я вам хочу сказать, что вот даже, вот эта же стала текстырия, она меня так сама уразила, вот та же самая, зрячатся кафедра текстырия, уже, мостачка, якая тут, не под рихтовки, она там, летала в Лондон, рихтовала там, выставы, ну, поверьте, в Витебске, я не думаю, что, она сказала, ну, вы видите, что, во-первых, людей стольких, я никогда не бачила, когда я была на таких, су-светных пиеннале, но стольких людей, затекавленных, какие пришли на мысль, никто никого не сгонял, не было такого, что там специально нагнали народ, да нет, но стольких затекавленных людей, и потом, вот я походила, ну, так послухала, так, ну, ярко, это все, это не просто пришли люди, поглядели, пошли, венца выпить там, не, это за символ, и это приятно, потому что это створает, сподевание некий на тое, что это не схлопнется, и не скончится завтра, вот, востоке, какие раптом, заезжающие из Витебска, опынулись, где-нибудь, вот, у Бресте, не буду называть прозвища, или, как же, ну, у них там сумновато все же, ну, там, хоть я приехал, вот, ездил в Алонцево, выставу открывал, мне ждать там, там немало мостов, вот такая, организация, выставы активно проводятся, все есть, али, вот, это поравнание, это просто поравнание, вот, у вас тут хочется там, вот, аго, некий, весь же час чекает, вот, это абстракт, вот, сдавалось, уже проект, живи, некольких год, али, разом с ты, каждый раз, каждый мастарк, працует, вельми отказно, потому что, всего один твор треба представить, и одним твором, не показать себе, что ты там отповедаешь, боль в таком, да, Вася Васильев просто может не взять твор, когда он не будет нормальным, и это так само, это так само накладает некую, такую, в некую обовязку, некую отказность, это, это нормально, это вот тое, что, чем можно понарыться, от чего отчуваешь такую, особливую осолоду.